Еще несколько недель назад улицу Каховскую автолюбители объезжали стороной. Дорога была в плачевном состоянии. Дорога имела большие деформации, разрушения, ямы, высокая колейность. В жаркие погожие деньки и ночи закипела работа с соблюдением технологий, национальных стандартов и ГОСТов. Фрезерование, поднятие на высотные отметки люков смотровых колодцев и люков ливневой канализации. Их на участке почти в 2 километра порядка 120 штук. Затем очистка от пыли и грязи дорожного полотна. На финише его заливают битумной эмульсией и следом укладывают высокопрочную смесь ЩМА-16, причем она тоже на полимерно-битумном вяжущем. Делают дорогу гладкой и ровной три разнотоннажных катка. Смесь ЩМА-16 является самой долговечной, прочной, имеет повышенные характеристики водостойкости, морозостойкости и имеет высокий коэффициент сцепления шин автомобиля с поверхностью проезжей части. Закатывают в новый асфальт улицу Каховскую от Ставропольской до Теннисной. На всем протяжении объект обновляют на средства национального проекта безопасные качественные дороги. Перед отправкой смеси с завода и перед укладкой подрядчик и контролирующая организация МБУ Дорожное хозяйство проверяет все ее свойства, включая температуру. Она всегда в пределах нормы более 150 градусов по Цельсию. Мониторингу подвергается каждый этап технологического процесса ремонта дороги. Через 24 часа отбираются керны, пробы свежего асфальтобетонного покрытия для лабораторных испытаний. Образцы проверяют на соответствие физико-механических свойств. В случае, если все характеристики соответствуют национальным стандартам и ГОСТам, то такие работы принимаются. В случае, если что-то не соответствует, подрядная организация выполняет замену. Подрядные организации понимают всю серьезность, плюс они работают в этой сфере уже не первый год. Хочется отметить, что да, уже видно профессионализм оточенный. Площадь отремонтированной дороги на улице Каховской составит порядка 22 тысяч квадратных метров. Сейчас приведено в порядок свыше 70%. К утру 2 августа устройство нового покрытия выполнено на площади 16 тысяч 400 квадратных метров. До конца недели все работы завершатся. За качеством работ следят не только специалисты курирующего учреждения и заказчик, но и общественники, представители ОНФ. Сопредседатель регионального штаба Павел Покровский отметил, что это не разовые проверки Общероссийского народного фронта на объектах по нацпроекту, а системные. Работы по улице Каховской, они, конечно, идут вовремя и в срок. Мы отслеживаем на каждом этапе качество работы. Я хочу отметить, что если вдруг будут какие-то нарушения, если вдруг у нас возникнут случаи, когда нужно будет что-то восстанавливать, это будет сделано в обязательном порядке по контракту. Мне хочется отметить, что сегодня контрактование происходит с прописыванием каждого пункта очень скорпулезно. Большая благодарность нашим жителям, которые обращают внимание на какие-то недоделки, которые тут же наши подрядчики устраняют. И вообще Российский народный фронт всегда добьется того, чтобы это было качественно, быстро, в срок исправлено и все было сделано для того, чтобы жителям жилось комфортно. Сами местные жители отмечают, что дороги в городе активно приводят в порядок. В центре города, есть в старом городе, там вот хорошо отремонтированные дороги. Улицы Гагарина, в общем-то, неплохо отремонтировали. Я надеюсь, что тоже хватит надолго, как и всех остальных дорог, которые сейчас именно делают. Всего в Самаре по нацпроекту безопасной и качественной дороги в этом году план выполнен уже на 75%. 20 объектов уже обновили. Совокупно это более 32 километров. В работе еще десяток объектов протяженностью 12,5 километров. Стопроцентная готовность к эксплуатации всех объектов будет к 1 сентября. Таковы условия муниципальных контрактов этого года. Сергей Кизоркин, Василий Калдашов. События.